Друзья, ставайте спонсором канала, ставьте в подобайки, пишите комментарии, подписывайтесь об СКО, переможем разом. Единственное мероприятие с прошлой пятницы, в котором двойник Путина, изделие номер два оригинала, принял участие лично, и это прямая линия с полузавтрака. Общий тайминг буквально несколько часов, поступающая из официальных источников скудная информация о редких встречах человека, похожего на президента России, с губернаторами, сути происходящего не меняет. Двойник Путина тяжело болен, все остальные дублеры с роли двойника не справляются, а сам двойник, как и оригинал, все свое время устает. Он быстро устает и часто жалуется на ухудшение самочувствия. Врачи не в состоянии, по крайней мере, пока стабилизировать его состояние, а лечение не приводит к желаемому результату. Если раньше, несмотря на болезнь, Путин проводил по несколько закрытых совещаний в день и принимал доклады, то сейчас и эта для него деятельность сведена к минимуму. Под вопросом участия президента в большинстве запланированных мероприятий. По возможности, двойник будет замещать президента, но некоторые мероприятия все же требуют личного участия Путина. Вчера Путин провел единственное недолгое совещание с представителями руководства силового и военного блоков. И, выслушав доклады, не вдаваясь в расспросы и обсуждения, единственное, на что у Путина хватило сил и задора, это несколько минут поливать отборными матами военных за то, что те, по мнению президента, все проебали и Херсон, и Артемовский в нахуй. На этом двойник президента закрыл совещание. Патрушев недоволен. Все понимают, что с ними разговаривает двойник. Кроме самого двойника, он думает, что он настоящий. Некоторые копии убрали, иными словами, убили. Самого Путина за данным телеграм-каналем сегодня вывозят в Китай на ликувание в закрытую клинику в горах. Керевник Головного управления разведки Министерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, який раніше вже заявляв, що російському президенту Володимиру Путіну залишилося жити недовго, повідомив у интервью Yahoo News, що очільник Кремля хворий на рак. За словами Буданова, ще два роки тому заявляв про проблеми здоров'я Му Путіна. За його словами, російський диктатор хворий на рак. Ще 21-го року була заява, здається моя, що Путін живет дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію, а зазначив очільний гор. Нагадаємо, розслідувач групи Bellinghead Христо Грозєв повідомив, що один з російських олігархів, наближених до Путіна, підтвердив, що президент РФ хворий, у нього серйозні онкологічні захворювання. Чутки про хворобу Путіна прокоментував директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, той занадто здоровий. У травні 22-го року тижневик Ньюзвіки з посиланням на доповідь американської розвідки повідомив, що президент РФ пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку. Дякую за перегляд!